Друзья, всех приветствую! Я снова с вами и хочу попытаться, по крайней мере, ответить на один вопрос, который иногда-то там-то здесь задают люди. Они спрашивают, звонят, пишут, а, Александр, вообще, как ты думаешь, стоит ли нам запасаться серьезно продуктами и таким образом, ну, как бы, проявить свое благоразумие и предвидя вот то, что события могут только усугубляться, должны ли мы как-то вот позаботиться о своих домашних, о семьях, о ближних и так далее? Я попробую коротко ответить. Это всего лишь мой взгляд на ситуацию. Разумеется, я не претендую на абсолютную какую-то исчерпывающую истину, но все-таки у меня есть свой взгляд на эту ситуацию. В книге притчи, в 24 главе, 10 стихом, есть хороший текст. Написан так. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». То есть, другими словами, наша сила проверяется в день бедствия. Когда вот что-то случается, вот мы и проверяем, насколько мы можем справиться психологически с ситуацией. Или мы полностью теряем управление, и нами овладевает паника. Много лет назад, может, лет 20, я прочитал книгу Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». И там он собрал много писем разных людей, которые оказывались в экстремальных условиях, и как они психологически умели себя успокоить. Я не буду приводить никакие примеры из этой книги, у нас нет времени сейчас, но главный вывод делает Дейл Карнеги, что 90% всех наших страхов, всех наших фобий, они никогда не исполнятся. То есть, этого не случится, этого не произойдет. Другими словами, мы в голове своей, в воображении нашем выстраиваем вот самые страшные предположения. Мне очень больно сейчас это признавать, но я лично знал человека, который ушел из жизни, покончил жизнь самоубийством. Началось все с такой мелочи. Человек работал в школе, и во время каникул он красил полы в этой школе. И однажды он обнаружил, что ацетон, растворитель, капал из банки, и он свежую краску как бы разъедал в отдельных местах. Он это заметил, и он испугался, что он плохо выполнил свою работу, и он пришел домой, и эта мысль начала в нем развиваться. И вы представьте себе, за несколько недель эта мысль настолько овладела этим человеком. Я живу в эмиграции, у меня нет никакого другого источника дохода. Если они заметят, как я плохо выполнил свою работу, они меня уволят. Если они меня уволят, я не смогу оплачивать свой дом, который мы купили. А если я не смогу, мы окажемся на улице. А если мы окажемся на улице, у меня дети, и за месяц или несколько месяцев это настолько оккупировало его сознание на ровном месте. Несколько капель ацетона, которые раздели эту краску. Я просто удивляюсь, как дьявол может захватывать сознание людей и мысли полностью захватывать, и потом развивать вот эти фобии внутри человека. Так вот, Карнеги доказывает, что 90% всех людских страхов никогда с людьми не случатся. Это статистика. Хотите принимайте, хотите не принимайте. Но это не все. 10% страхов, которые все-таки случатся, мы все равно их поменять не можем. То есть мы, как люди, достаточно ограничены. Если бы мы могли что-то поменять, так не надо даже молиться, иди и поменяй. Но в том-то и дело, что из вещей, которые мы поменять не можем. Их просто надо принять. Потому сам по себе страх и вот эти все фобии, они неразумны. Они изматывают наш организм, они истощают нашу иммунную систему. Мы становимся слабыми. У нас начинает болеть желудок. И что? И чем это кончается? Мы потенциально быстрее можем даже заболеть той же болезнью, потому что организм ослаблен. Вот. Потому я хочу сказать в отношении, скажем, там сбережений, продуктов. Как бы, а что если голод? А что если? А что если? Ну, во-первых, если бы у нас было четкое, ясное, вразумление, данное Богом о том, как будут развиваться события, тогда мы могли бы что-то об этом говорить. Например, как у Иосифа, у него было знание, что сейчас будет 7 лет изобилия, после чего наступит 7 лет голода. Тогда математика уместна. Тогда человек включает свой разум, начинает что-то планировать, потому Бог ему и открыл. Бог был заинтересован употребить этого человека, спасти тогдашний мир, даже египетскую цивилизацию. И получается, что тогда можно что-то планировать. Копить там, откладывать, рассчитывать, сколько мы съедаем в год, как мы продержимся в течение 7 лет голода и так далее. Или, например, есть интересный текст где-то в «Деяниях апостолов». Помните, в те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранный к пресвитерам через Варнава и Савву. Ну, получается, этот пророк предсказал, ученики послушали, голод был, и они помогали друг другу. Вот. То есть, что я пытаюсь сказать? В нашем случае, я думаю, что здесь просто много спекуляций. Я думаю, что колоссальные деньги перетекли в магазины, и люди просто закупают продукты. Но это же не всё. Если логически дальше думать, если человек, допустим, закупил продуктов на шесть месяцев, а некоторые на год, наперёд, закупили продуктов. Что теперь? Вот даже если посмотреть логически хорошо, если даже произойдёт несчастье. Я буду вдоволь кушать, а мой сосед будет умирать с голоду. Неужели я с ним не поделюсь? Неужели я позволю себе жить при том, что вокруг меня мои знакомые, друзья будут жить в недостатке? Мне кажется, это ещё большее преступление, это ещё большая проблема. Я оказываюсь ещё в большей проблеме. Если даже у меня есть чем пропитать себя, и я не поделюсь с ближними, я не смогу после этого жить, я не смогу Богу молиться, я не смогу спать спокойно. Потому что здесь как бы ситуация палка с двух концов. Даже в книге притчи написано, благотворительная душа будет насыщена. Обратите внимание, какая душа? Благотворительная. А что это значит, благотворительность? Это творить благо, это раздавать. Это как раз раздавать. Вот такая душа будет насыщена. Похоже, сам Бог за этим наблюдает. Там в другом месте написано, дающий взаймы бедному, тем самым даёт Богу. И Бог ему воздаст. И Бог его прокормит. Вот, 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 как нужно строить своё мышление. Вот именно духовный принцип, если уже мы позволяем себе мыслить хоть немного духовными категориями. Так вот, благотворительная душа будет насыщена. Это уже обетование. Но не та душа, которая себе накопила, набил матрасы, все кладовки и никому же не говоришь. Потому что если ты скажешь, то будут ломиться в твой дом. Поэтому благотворительная душа будет насыщена. Кто поет других, тот и сам напоен будет. Хотите духовные принципы слышать? Давайте слушать их. Смотрите дальше. Кто же удерживает у себя хлеб, того клянёт народ. А на голове продающего благословение. Получается, у меня хлеб есть, и мне не угрожает как минимум полгода там жить в нужде, но народ-то будет проклинать. Здесь непонятно, что хуже – жить вместе с народом, питаться крохами или действительно питаться хорошо, но тебя проклинает народ. Поэтому давайте обращаться к Писаниям. И последние два важных текста. Это записано в Евангелии Луки. Христос очень понятно и просто, как в детском саду сказал, душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Наши заботы, они больше напоминают суету. Знаете? Суета – это суе, это пустое. Ты бегаешь, бегаешь, бегаешь. Как написано где-то в Библии, что они ничего не делают, а суетятся. Всё суета, суета. Всё для ветра. Потому я за то, чтобы разумно относиться, если есть возможность, на неделю, на две, на три, на месяц иметь какие-то запасы. Всё это понятно, всё это приветствуется. Но вот эта паника, вот этот страх и попытки на год, на несколько лет себя забить кладовые, я не считаю, что это правильный ход. Если нет конкретного божественного вразумления, я не считаю, что это правильный ход. Евангелие Матфея, шестая глава. Не уподобляйтесь им. Вот это слово «нужда» — это слово «нужда» — это ежедневная потребность. Ежедневная потребность. Иметь хлеб в пищу, иметь где преклонить голову. Отец ваш небесный знает, что вы все имеете в этом нужду. Прежде вашего прошения. Поэтому не уподобляйтесь язычникам, как будто отец не знает. И 22-й псалом. Давид пишет. Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Я никогда не был сторонником теории процветания. Я не думаю, что это библейское учение. Но я всегда обращал внимание, что Бог будет восполнять нужды. Любящие Бога не терпят нужды ни в каком благе. В другом месте написано. Так вот, Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях. Он водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою. Он направляет стези на правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что ты со мной и так дальше. Слушай, твой жезл, твой посох, они меня успокоят. Твой жезл, твой посох, твоё правление, твоё руководство в моей жизни – это меня успокоит. Я успокоюсь, я спокойно ложусь и сплю. И твёрдого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя он уповает. Вот это духовные принципы. Потому давайте доверять тому, как жили праведники, как жили праотцы, как жили патриархи, как жили апостолы. Они жили доверием, что Господь проведёт их, и они ни в чём не будут иметь нужды. Давайте учиться в них. Храни нас всех, Господь!